Вряд ли кто-то успел забыть историю Варвары Карауловой, которую вместе с десятком других россиян задержали на границе Турции и Сирии. Среди них была и эта взрослая девушка Алсу из Ульяновска со своим трехлетним сыном. На этой неделе ее мать вместе с нашим репортером Юлией Шатиловой отправилась в Турцию, чтобы забрать домой своих близких, которых до сих пор держат там, в миграционном лагере. Что вышло из этой отчаянной попытки матери вернуть свою дочь и чем закончились истории остальных переверщиков, увидите прямо сейчас. Испекла я сегодня утром, с утра, в 4 утра, наверное, проснулась. Она проверит, не забыла ли гостинцы для внука, позвонит по номеру дочери, которая молчит с того дня, когда-то якобы уехала в Самару лечить ребенка, а нашлась в шаге от стана религиозных фанатиков и в самолет до Стамбула. А потом еще тысячу километров на восток, на границу с Сирией, ИГИЛ там, за горами. А обиды у вас нет, что она вот так уехала, ничего не сказала, сбежала. Сразу мгновенно было, а потом я думала, ее надо спасать, а не ругать. Жители этого затерянного в пустыне городка давно привыкли к бреющим полетам истребителей ВВС Турцию и к сирийским беженцам, спасающимся здесь от головорезов ИГИЛ. Хава еще одна отважная россиянка на вечерних улочках этой нетуристической Турции. Прилетела из Грозного за братом Муслимом, он тоже среди задержанных со студенткой Карауловой. Сестра хочет верить, это какая-то ошибка. Я не думаю, что мой брат ехал в Сирию воевать. Он ехал учиться в Египет, но как тут оказался, он сам даже не знает. А это Танзеля уже в отделении полиции. Пробиваясь с фотографии дочери сквозь шумную турецкую толпу, она кажется только в этот момент начнет осознавать, какая это авантюра. Прямчаться сюда, не зная ни слова, даже на английском. И удача. Местный журналист немного понимает по-русски и вспомнит, что снимал каких-то задержанных на границе с Сирией. Вот он мой, мой сын. Узнаете, да? А вот и сама Алсу в цветастом платье в пол возвращается за вещами. Такой анимотницей с дерзкой челкой. Ее дочь стала после того, как влюбилась в чеченского парня по имени Иса. А когда тот загадочно исчезнет, скажут, что погиб в автокатастрофе, но тело так и не найдут, Алсу и вовсе уйдет в себя, часами переписываясь с кем-то в интернете. В палатки я начала ходить, вот длинное платье одевать. Меня ругало, что я на маске не читаю. Узнав, что россиянки прилетели забрать своих родных, турецкие полицейские обрадуются. Начнут готовить документы, чтобы быстрее переправить Алсу и муслима в Россию. Пусть только родственники купят им билеты. Со мной поедет она, да? Спасибо вам, нам большое спасибо. Повеселев, Танзеля будет представлять, как сильно дочь обрадуется, увидев ее здесь, посреди пустыни, и что совсем скоро будет нянчить внука в родном Ульяновске. Ей разрешат встретиться с Алсу прямо сейчас, и она убежит, забыв снять микрофон. То, что их первый разговор записан на пленку, иначе как чудом не назовешь. Вот, можно так, тело косо, порезные слезы уже не поедут, но нет сейчас. Я не могу без тебя, я не знаю, 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 я не знаю. И все слова поддержки, что она так долго репетировала, станут комом в горле. Неужели дочь, побывав на краю пропасти, так ничего и не поняла, неужели не одумалась? Когда я слышала вот это, вообще с ним, что делать, я в огне лежала, что там творится, ты не знаешь. На утро Хава уже в отделении полиции покажет билеты, и турки начнут готовить брата к депортации. Дензеля будет умолять отправить и ее дочь с ней принудительно. Полицейские разведут руками, и больше нет сил. Я не знаю, как дальше буду жить. Впервые Хава увидит брата только в аэропорту, в окружении турецких полицейских в штатском. Его привезут перед самым вылетом. Подойти, обнять, расспросить обо всем, так и не решиться. Он смерит таким взглядом, что мурашки по коже. Ну вы знаете, какие у нас мужики. Он зло даже не скажет. И лишь в Москве, взят на руки трехлетнего сына, ее муслим, как будто и правда, наконец вернется. Покраснев, прижимая малыша, смущенно уйдет в другой конец зала. А Хаве только и останется верить, что эти детские ладошки на суровом лице брата – веская причина забыть о чужой войне. Вернувшись в отель, словно оглушенная, Тензеля упадет на пол. Ведь ожидала чего угодно, что не сумеет объясниться с полицией, что те откажутся отпускать дочку. Но не того, что дочь наотрез откажется ехать с ней домой. Из этого города, откуда до логовой ГИЛ, чуть больше часа без дочь. Юлия Шетилова, Оксана Веселева, Степан Чирич и Антон Янченко. Центральное телевидение. Ну да, наверное, теперь уже вряд ли кто-то может помочь матери Алсу, которая, кажется, дочь окончательно потеряла. Ну а если отбросить эмоции в сторону, возникают сомнения, а нужно ли вообще силком тащить обратно тех, кто так захотел оказаться среди террористов. Вы со мной не согласны? Ну что ж, давайте поспорим об этом во время очень короткой паузы. Ну а сразу после еще одна тема, которая тоже наверняка потрясет всех, особенно российских мам, бабушек и дедушек. Не переключайтесь, дождитесь, оставайтесь с Центральным телевидением и НТВ. Реклама пролетела мгновенно, и мы снова вместе в прямом эфире Центральное телевидение. Первое информационное шоу. Точное время в большинстве городов, где нас сейчас смотрят, напомню, 19 часов 59 минут и 45 секунд. Ну и раз срочных новостей на лентах, как я вижу, да, действительно, пока никаких, расскажем о том, что авторитетные международные социологи уже назвали невероятным российским феноменом. Оказывается, несмотря на финансовые трудности и экономические волнения, россияне по-прежнему не жалеют денег и готовы туже затягивать собственные пояса для того, лишь бы продолжать баловать своих детей и внуков. Ну и ведь в этом, наверное, нет ничего плохого. Это я вам как дважды отец говорил. Только вот, как стало известно на днях, была в свой, это порой принимает совсем уж огромные размеры и немыслимые формы. Ну вот, например, я сейчас обращаюсь к зрителям в нашей студии. Знаете ли вы, что некоторые нынешние выпускники просили и продолжают просить у родителей в подарок на окончание школы? Знаете? Но, да, на самом деле, не только поездку на море или крутой планшет. Оказывается, сотни вчерашних школьников и школьниц умоляют своих мам и пап подарить им пластическую операцию. Нашего репортера Алексея Квашенкина тоже шокировала эта странная мода, и он решил разобраться, С чего это вдруг подростки взяли, что красота требует таких жертв? Ну а еще придумал эффектный, а главное эффективный способ их от этого абсурда отговорить. Это не свидание вслепую, но между художником и его моделями ширма и их лиц он не видит. Меня зовут Алина. Маркарита. Меня зовут Яна, мне 19 лет. Его рукой будет управлять не наметанный глаз, а голос из-за ширмы. Девушки рассказывают о том, какими они себя представляют, а художник рисует с их слов. Когда улыбаюсь, я похожа на мурдочка, где появляются большие щеки. Для кого-то красота – это дар божий, и со слов девушек становится ясно. Они уверены, что этим даром их обделили. Губы и глаза, и лоб, и щеки – все достаточно крупные. Мне, честно говоря, не нравится верхняя губа. Я бы хотела бы изменить переносицу. То, что с испокон веков казалось неизменным, черты лица, формы и объемы в наши дни корректируются радикальными методами. Пластический хирург, конечно, не бог, но способен вылепить из глины человеческого тела, кажется, что угодно, хоть живую куклу Барби. Пластическая хирургия превратилась в какого-то монстра. Она разрослась до каких-то гигантских размеров. Хирургия у нас внизу, там мы занимаемся эстетической хирургией. И здесь мы занимаемся лазерными технологиями удаления волос. Там у нас стоматологию мы открываем, потому что у людей должна быть красивой улыбкой, красивый рот. И мы дошли до того, что даже мы научились выращивать костную ткань для удлинения пальцев. Например, вот сейчас мы будем делать кости. И вот он представляет нам свою Еву. Первую операцию он сделал ей, когда она была еще подростком. Еву не устраивал свой нос. Это было довольно странно, потому что девочке 15 лет. И уменьшил он ей нос, а на другой год увеличил грудь. Родители там участвовали, отговаривали, конечно, с химифибрами возможными. Мама там вообще хотела костмелись. А сейчас отцы сами готовы превращать своих дочерей в живых Барби. Поход в груди. Мы такие операции даже делаем иногда и в 16-17 лет, когда видно, что человек просто созрел. И это еще не предел. Знакомьтесь, сестры Британи и Чарм Николь. Среди фотосессий, фитнеса и ночных клубов обязательный пункт их программы на день – клиника красоты. Я увеличила себе грудь, когда пошла в старшие классы. Первую пластическую операцию я сделала в 10. Скорректировала себе почек. Я серьезно, в нашем кругу это просто ненормально, если у тебя не увеличена грудь. Рано, подсев на иглу с ботоксом, девушке, кажется, уже не в состоянии остановиться. Вот объясни мне сейчас, зачем тебе ботокс? Ну, что в ближайшие, ну, 5-10 лет не начали появляться морщинки. Как и британка Сара Бёрдж, обладательница титула «Живая Барби». В свои 50 с небольшим она сделала уже 150 с небольшим операцией. Уши, скулы, подбородок, глаза, потяжка лба, потяжка груди, бедра, ягодицы. И вот теперь своей дочери она делает лучший, на ее взгляд, подарок, невзирая на возраст. Это сертификаты на репосакцию и увеличение груди. Один мне мама подарила на Рождество, другой на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. И хотя мать утверждает, что эти сертификаты дочь со временем может обналичить, ни машину, ни кругосветное путешествие поппи не хочет. Я мечтаю скорее вырасти и стать такой же красивой, как мама, чтобы у меня была такая же большая грудь. Москвичка Аня, хоть и старше заморской поппи, в 11 лет ее волнуют не взрослые формы, а маленькие недостатки, с которыми она сама справится, не в состоянии. И кажется, где ее провести, эту грань, за которой заканчивается понятное желание девочки быть еще немного красивее, и начинается проблема, которую без вмешательства хирурга уже не решить. На самом деле все люди прекрасны. Просто каждой женщине, каждой девушке нужно найти того человека, который ее полюбит. А это вторая часть эксперимента. Теперь художник пишет ботреты девушек уже не с их слов. Такими своих девушек видят парни, решившие связать с ними свою судьбу. И кажется, молодые люди рисуют совсем другую картину. У нее очень приятные черты лица. Пышные губы, красивые глаза очень. В общем, когда она улыбается, она на ленивца похожа. И вот настает момент, когда девушки могут увидеть свое истинное лицо. Вот что у нас получилось. Посмотрите. Ух ты. Так. Ну, смотрите, здесь глаза такие... Намного лучше, намного красивее. Ух ты. Более ярко. Да? Да, выражены глаза и нежная часть лица не такая массивная. И может быть, это не самые честные портреты, зато уж точно самые искренние. Не имеет смысла искать чего-то такого и стремиться изменить свои внешности. Зачем это нужно, когда обязательно есть люди, которые любят вас такими, как вы есть? Алексей Квашенкин, Александра Попова, Николай Саватеев и Сергей Друзь. Центральное телевидение. Вы знаете, в общем, вывод из этого можно сделать один. All you need is love. То есть, все, что вам нужно, это любовь. Как пели битвы. И с этим вскоре точно никто не собирается. Ну и вот на этой лирической ноте хочу сделать вам пристойное предложение, от которого, надеюсь, вы не захотите отказаться. А почему бы нам не провести это лето вместе? Следующую субботу на НТВ стартует ваше летнее центральное телевидение. Все самое интересное, шокирующее и невероятное событие и люди, о которых говорили в этом году в острых репортажах наших корреспондентов и неожиданных откровениях из первых уст.